Валерий Хомич вспоминает свой футбольный дебют. Прошло более полувека, но первые тренировки и первые голы вспоминаются до сих пор. А за техники владение мячом он осваивал под руководством талантливого тренера Анатолия Дилибалта. Его знали как заслуженного деятеля физкультуры и спорта и успешного тренера взрослых команд. Но истинное призвание нашел, тренируя детей. Именно благодаря Анатолию Дилибалту в Бендерах появилась школа юных футболистов. В один из дней в нашу школу пришел заслуженный тренер по футболу Анатолий Петрович Дилибал и начал приглашать мальчишек в школу футбола. Я заинтересовался этим, потому что многие захотели заниматься. Этот человек имел дар уговорить любого мальчишку футбола. Он очень любил это дело, поэтому многие рискнули пойти в футбол. Чуть позже я понял, что это моя судьба просто. В 1972 году спортсмены детской и юношеской школы номер 4, тогда было по 16, получают первый главный трофей, награду за ежедневные тренировки, победу в чемпионате Молдавии. Затем были тренировки, сборы и турниры. В составе сборной Молдавии по футболу принимали участие в чемпионате Советского Союза, где заняли шестое место. Играя в составе взрослых пендерских команд, таких как Молдавкабель, Пищевик, они покоряли высоты отечественного футбола. Позже это стало делом всей жизни. Валерий Хомич перешел на тренерскую работу и воспитывал молодых спортсменов в командах «Колос», «Тегина» и «Динамо». Мы футбол, думаю, пронесли через всю свою жизнь сердцем. Мне футбол дал все. Он мне, во-первых, дал здоровье, во-вторых, он мне дал пообщаться с людьми, он помог мне в работе и во всем остальном. В 1993-го по состоянию здоровья Валерий Хомич вынужденно покидает тренерскую скамью. Но футбол не уходит из его жизни, а превращается в хобби. Он пишет статьи, книги об истории бендерского футбола и занимается футбольной статистикой. Спустя почти 50 лет Валерий Владимирович до сих пор поддерживает отношения с коллегами. Первые победы, поражения – все прошли вместе. Об успехах команды знали не только в родном городе, но и за рубежом. Они их помнят до сих пор. Одна из ярких команд, воспитанники которого блистали на футбольных полях не только в Молдавии, но и на постсоветском пространстве. Хочется отметить таких ребят, как Мунтян, Зерцалов, Семенов, Хомич, которые входили в состав сборной в Молдавии и достойно представляли наш город. Управление физической культуры и спорта присоединяется к поздравлениям и хочется им пожелать здоровья, счастья, чтобы не всегда становились молодыми и бодрыми. Хотелось бы поздравить всех моих ребят, коллег этой команды, потому что кроме троих исполняется юбилейная дата – 60 лет. Я считаю, это нормальная дата. Дай Бог всем жизни, здоровья, удачи, счастья. Им покорялись футбольные высоты, им аплодировали болельщики. Для них футбол стал не просто игрой на поле, главным стимулом побед во всех жизненных начинаниях. Екатерина Белогрива, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.